Всем привет! Сегодня я расскажу о ключевой ошибке в выборе тренера. Кстати, основная тренерская работа проходит не в зале с потными людьми и железом, а она как раз таки, как ни парадоксально, проходит за компьютером, за книгами и на диване. Задача тренера прежде всего состоит в том, чтобы изучить как можно глубже своего клиента, понять, чем он живет, какой результат он хочет, изучить все тонкости его образа жизни. Как правило, бывают какие-то болезни хронические в том числе. И нужно открывать заново учебники, открывать заново методические рекомендации, где-то созваниваться с коллегами, у которых уже были такие случаи, чтобы, если к вам пришел человек со зрением минус 4, оно не превратилось в минус 14. И то, что мы видим в зале, то есть подавание блинов и контроль техники выполнения упражнений, это не работа тренера, это работа инструктора. Тренер от инструктора отличается тем, что инструктор умеет выполнять упражнения, может проследить за правильной техникой выполнения упражнений и может проследить за тем, чтобы клиент выполнил на тренировке программу тренировок, которую составил тренер. Составление же программы тренировок – это уже не инструкторская работа. И когда вы приходите в зал, вы смотрите не на профессиональные качества конкретного тренера, а вы смотрите, насколько хорошо он выглядит, как красиво он улыбается, насколько он приятный человек и насколько вам комфортно будет проводить с ним время. И в итоге спустя пару сотен персональных тренировок вы получаете много приятных эмоций, но как было у вас 10 лишних килограмм, так и осталось у вас 10 лишних килограмм. А все потому, что вы пришли в зал не для того, чтобы найти себе тренера и привести себя в порядок. Вы пришли для того, чтобы найти себе удобного лакея, который будет вас вдохновлять, подавать блины, будет как-то вам улучшать настроение, и вы расскажете своим друзьям и подружкам, что у вас есть тренер, вы классно с ним проводите время. Поэтому если вы хотите классного результата, вы должны искать себе не лакея, вы должны искать себе наставника. Разница между лакеем и наставником – лакею все равно. Но он не будет вас в чем-то переубеждать. Если вам не нравится какое-то упражнение, он вам даст просто другое. Если вам что-либо не нравится в питании, если он дал вам слишком тяжелую программу, а вы говорите «нет, тяжело, я так делать не буду», он вам даст полегче, ему в принципе пофиг, что будет. Главное, чтобы вы ходили и давали ему деньги за персоналки. Ну и после каждой персоналки он будет вам названивать. А здравствуйте, как ваше настроение? А может вы еще раз придете, а может быть не придете? И вы такой, ну поуговаривай меня, поуговаривай меня, как приятно. То есть я поражаюсь этой философией. То есть очень многие люди выбирают себе фитнес-тренера для того, чтобы он ублажал их на тренировке, делал только то, что клиенту нравится, и потом еще уговаривал прийти его на тренировку в следующий раз. Если проанализировать, почему большинство клиентов выбирает себе неэффективных тренеров, то получается примерно как в истории с самыми красивыми девушками, рядом с которыми были всегда какие-то чмошники. Дело в том, что когда красивой девушке подходит нормальный парень, она, как правило, его отшивает. Потому что она всех отшивает, она хочет, чтобы ее добивались долго, либо очень долго. И вот примерно то же самое люди ищут с фитнес-тренерами. То есть они хотят взять себе лакея, который будет на все согласен, который будет во всем соглашаться с своим клиентом. И при этом они потом еще удивляются, почему нет классного результата. Откуда он будет, если ты делаешь только то, что хочешь? Это как есть все подряд, и ты хочешь выглядеть красивым, мускулистым, иметь похудевший животик. Так не будет, нужно чем-то жертвовать. Поэтому ищите не лакея, ищите наставника, который вам скажет, что и как нужно делать, когда и сколько. И будьте готовы принять то, что скажет вам наставник. Да, конечно, чтобы изменить себя, нельзя делать только приятные вещи, от которых вы будете получать море удовольствия. Потому что от тренировок сложно получить, от тренировок, которые дают классные результаты, сложно получить какое-то супер удовольствие. Удовольствие вы получаете от результата. А тренировки можно сделать такими, чтобы они были не слишком каторжными и более-менее терпимыми. Если получается сделать тренировку источником удовольствия, на самом деле это случается, но очень редко. Будьте готовы принять критику, которую вам будет выражать наставник. Это если вы приходите к стоматологу, вам достаточно просто открыть рот, он возьмет нужную дрель, просверлит вам все, что нужно, поковыряется, продезинфицирует, заштукатурит, и все будет хорошо. А если вы приходите к тренеру, он не может за вас сделать все. Он может дать вам то, что принесет результат. Он может показать вам, как это нужно делать. А сделать должны это вы уже сами. И если вы не будете делать то, что нужно, то вы, соответственно, не получите результата. И вот тренер, который наставник, он как раз таки там, где вам не нравится, он вам скажет, нет, вот это вот нужно делать потому, поэтому и поэтому. А лакей скажет, ну ладно, не делаешь, ну и не надо, я тебе дам что-то попроще, полегче, это главное, ходи и не забывай обо мне. Поэтому, если у тебя синдром важной жопы, и ты привык, что вокруг тебя все бегают на цыпочках, тебя все облажают, все хотят тебе понравиться, то нужно от этого уже отвыкать. Конечно же, это не значит, что тренер, который наставник, будет тебе говорить какие-то неприятные вещи, там опускать тебя и так далее. Просто он скажет тебе то, что нужно, и это может тебе не понравиться. Часто людям не нравится, правда, припоминаю одного клиента, у которого было 153, я расписал ему стратегию на полгода, говорю, смотри, через полгода мы со скоростью 10 кг в месяц, это нормальная динамика, не ускоренная, сбрасываем все лишнее, дальше тебя тюнингуем, и ты не просто похудел, а ты получаешь еще классную форму. Окей, первый месяц идем хорошо, быстрее, чем у нас, 12 кг, второй месяц идем медленнее, 8 кг, на третий месяц человек потерялся. И он радуется, потому что он сбросил 18 кг, которые не мог сбросить очень долго. И я ему говорю, нет, радоваться причин пока что нет. Есть нормальная динамика, и нужно запастись силой воли, привыкнуть к тому образу жизни, который мы поставили, если что-то не нравится, мы можем что-то подкорректировать, но нужно сжать зубы и конструктивно двигаться дальше, потому что без обид, но в начале ты был очень жирным, и сейчас ты все равно очень жирный, даже несмотря на то, что ты скинул 18 кг. И этот клиент вместо того, чтобы пойти дальше, он просто обиделся, обиделся и, наверное, ест сейчас по ведру еды. Это странно. И это бывает довольно часто, то есть люди, у которых много лишнего веса, как им об этом не скажи, как им об этом не намекни, даже если они пришли ко мне, чтобы похудеть. Я же не какой-то там человек с улицы, который просто увидел и сказал, эй, чувак, ты жирный, надо тебе похудеть. Нет, он пришел ко мне, чтобы похудеть, и мы разбираем эту проблему. И когда он лишний раз услышит слово жир либо жирный, он начинает дуться, убегать. Я не знаю почему, наверное, психологи могут дать довольно точный ответ, почему жирные люди обижаются при любом упоминании слова жир. Если вы знаете точный ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста, в комментариях. И по большому счету этим людям помочь никак нельзя, потому что если человек не замотивирован, не настроен дойти до конца, то ты его хоть застрели. И, кстати, многие из вас ищут мотивацию в тренере, думают, вот, я такой ленивый, я пойду в фитнес-клуб, увижу красивого тренера с классным телом, с классной фигурой, и он меня как замотивирует, и все будет хорошо. Нет, это не сработает. Если это даст какой-то эффект, то непродолжительный, там на пару недель буквально. Ты должен уже прийти замотивированным к тренеру, потому что тренер – это не муза-вдохновительница, пойми. Если тренер тебя мотивирует, то это случайно, получается это случайно, это не основная его задача. Основная его задача – это дать тебе наставление, дать тебе программу тренировок, рассказать, как правильно питаться, как правильно что делать, а делать это уже должен ты. И чтобы у тебя получалось это делать, у тебя должна быть мотивация. Ты должен уже прийти на тренировки замотивированным. Эту мысль я хотел донести до вас на сегодняшний день. Если у вас есть лишний вес, и вы слишком обиделись за то, что я ущемлял права людей с лишним весом, называя их жирным, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если соберется достаточно много комментариев, я сниму отдельный видос, где я извинюсь перед всеми жирными людьми, людьми, имеющими лишний вес. И, кстати, напишите, как правильно называть жирных людей, чтобы они не обижались. Пухлыми, тучными, ну как вообще это сказать, чтобы человек не обиделся. Потому что как-то их не называть, все равно это идет к одному и тому же, к слову жир. А жир – это медицинский термин. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и колокольчик. Продолжение следует...